Дмитрий Глухов Северная агломерация региона против наркомании Если это будет комплексная программа, то лучше, потому что проблемы нет в Обнинске, а в Городском районе В Обнинске для обсуждения проблемы встретились главы администрации нескольких муниципальных образований Сотрудников клинической больницы номер 8 поздравили 70-летним юбилеем учреждения и днем медицинского работника Снова о старых проблемах Фасад дома номер 4 по улице Гоголя до сих пор не отремонтирован Есть ли надежда? Город в лесу и лес в городе снова вырубают Законно ли? Смотрите далее Одним из новых видов у нас является киберфутбол Молодежный слет состоялся Что интересного было, узнаете далее Во вторник в Городском дворце культуры в преддверии дня медицинского работника состоялось чествование и награждение сотрудников клинической больницы номер 8 В этом году медицинскому учреждению, кстати, исполнилось 70 лет Своё начало главное медицинское учреждение Обнинска берёт в 1951 году, когда приказом Министерства здравоохранения Советского Союза была создана медико-санитарная часть номер 8 Сначала медгородок был только на территории нынешнего старого города Населённый пункт Рос, в 80-е строятся корпуса на проспекте Ленина Поздравляя коллег с крупным юбилеем учреждения и с приближающимся профессиональным праздником Исполняющий обязанности директора клинической больницы Ещё раз напомнил о планах руководства по дальнейшему развитию Это создание Центра амбулаторной онкологической помощи Это создание второго в регионе регионального сосудистого центра Это создание полноценного перинатального центра второго уровня Это организация травмоцентра второго уровня Это создание Центра реабилитации второго и третьего этапа для больных с круглосуточным пребыванием и в амбулаторно-поликлиническом звене Это ремонты поликлиник и стационаров Это создание пациентов Это строительство модульного здания приёмного покоя Это только часть огромных амбициозных задач Олег Ярошенко вручил сотрудникам нагрудные знаки «Золотой крест» и «Серебряный крест» ФМБА России Также были вручены нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» Поздравила коллег и Антонина Куликова, 50 лет возглавлявшая неврологическое отделение Их с супругом общий стаж работы в медицине больше 100 лет В нашем семейном архиве хранится письмо, но их много Одно из них, где пишет пациент Уважаемый Виктор Алексеевич, сегодня 50 лет после того, как вы сделали операцию на моем желудке По поводу прободения язвенной болезни Я благодарю вас за это Низко вам клонюсь, спасибо вам огромное Вот это является, я думаю, что самой великой наградой для врача, для медицинского работника Сити-менеджер Татьяна Леонова отметила, что быть врачом не каждому под силу Это определенный тип людей, который не жалеет себя Который готов делиться своей энергией, своим здоровьем, своим сердцем Сказала глава администрации У меня мама врач и 50 лет она проработала От, называется, звонка до звонка И когда она мне сказала А ты не хочешь тоже стать врачом? Я сказала, мама, я не смогу Надо быть очень человеком мужественным Потому что я помню ночные дежурства, твои реанимации Переживания за больных, постоянное нахождение на телефоне Поздравил коллег и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн Он вспомнил историю своего знакомства с соседями Я никогда не был в городе, но приехал на эту конференцию Она в 9 начиналась, с запасом Снежное такое было, снежное утро И, знаете, темно в городе И мы уснули в машине там с моим коллегой А водитель, я ему говорю, привезите ее в медицинский центр, пожалуйста Ну, думаю, понятно, к Анатолию Федоровичу привезут Крываю глаза, смотрю на территорию 8 больницы Я тогда еще не знаю, говорю, ну, это, по-моему, не медицинский центр Я так по фотографиям помню А мы другого здесь центра, никакого медицинского не знаем Медработникам были вручены почетные грамоты, благодарственные письма От представителей власти, местной и региональной А также Федерального медико-биологического агентства Отдельных сотрудников наградили юбилейной медалью 65 лет Обнинску Также для гостей была подготовлена разнообразная, насыщенная концертная программа В среду в администрации Обнинска прошло совещание В нем приняли участие представители власти региональной, городской и соседних с Наукоградом муниципалитетов Речь на встрече шла о деятельности общинного центра педагогики СПАС Который занимается реабилитацией алко- и наркозависимых людей Особое внимание уделяется работе с молодежью На совещании говорили о необходимости создать единую антинаркотическую стратегию Для всех городов и районов севера региона На наш взгляд, именно работа с органами социальной защиты и образования Дают возможность наиболее полно и эффективно использовать ресурс некоммерческих организаций В рамках организации антинаркотической деятельницы в муниципальных образованиях Тогда выстраивается муниципальная модель, которую на данный момент надо еще дорабатывать Но уже ясно, что ее надо расширять И уже сейчас, поэтому, надо думать и решать о межмуниципальном уровне В связи с особым территориальным положением муниципальных образований Северной агломерации и сложившими связями Отметили на заседании важность взаимодействия с муниципалитетами Северной агломерации Для того, чтобы выработать план действий в рамках антинаркотической работы К слову, вопрос, связанный с наркоманией, острый и животрепещущий Поэтому профилактическая работа важна и актуальна, особенно среди молодежи Создание эффективной системы и первичной профилактики, и так называемой вторичной, третичной профилактики То есть лечение и реабилитация, это является важнейшей задачей И вот эта комплексная работа, которая с точки зрения негосударственной организации Уже освоена во многом центром СПАС Мне кажется, была бы очень полезна и для выстраивания такой единой межсекторального взаимодействия С государственными учреждениями этот опыт нужно транслировать Павел Коновалов подчеркнул, что работая с медцентром, заметна успешность во взаимодействии В части профилактики соцреабилитации и иных аспектах Опыт совместной работы положителен В целом, надо сказать, что свои направления работы с организацией Мы видим действительно пилотирование взаимодействия в части профилактики В части социальной реабилитации и ресоциализации Особенно на категориях, о которых говорил мой коллега Это СОПы, те дети, которые находятся в социально опасном положении В трудной жизненной ситуации, те дети, которые всего в ряда причин попадают в наши учреждения Социально-реабилитационные центры, центры помощи семье и детям Вот эту работу, конечно, нужно проводить И проводить, прежде всего, профилактическую работу Работу не только с детьми, но и с семьями Глава администрации Первого наукограда Татьяна Леонова отметила, что работа, которая ведется совместно с центром СПАС Довольно успешна и будет продолжена К слову, в Обнинске уже разрабатывается антинаркотический план, который будет готов со дня на день Я хочу сказать, результаты работы, они очень приличные, очень серьезные И город будет продолжать поддерживать Но, конечно, если это будет комплексная программа, это лучше, потому что это проблема не одного обмена Не одного обмена, не одного обмена, не одного района Ребята перемещаются очень быстро, общаются между собой Сейчас даже, знаете, не надо физически встречаться Можно сделать все в интернете Что же касается полномасштабной программы, то ее разработать хотят до конца августа К созданию такой дорожной карты планируется привлечь руководство сферы образования и правоохранительных органов Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ В соседнем Малой Ярославце подходит к завершению первый этап обновления главного городского спортивного объекта Стадиона «Юность» Начались работы еще в прошлом году По словам главы администрации района, планируют закончить к началу июля Подробнее о втором этапе и что сделано в рамках первого в следующем сюжете В рамках первого этапа уже появилось ограждение поля с несколькими входами на территорию Установлены опоры с обеих сторон Позднее здесь натянут сетку, чтобы мечи не улетали На поле укладывают искусственное покрытие Для ухода за ним, поясняет директор Малой Ярославецкой спортивной школы Александр Гейзер Потребуется закупка дополнительного оборудования и техники Если специальной гребенкой не расчесывать, за год убьют При бережном отношении выстоит не меньше 10 лет Кварцевый песок и резиновая крошка привезены Их распределят по полю Огромная работа, рассказывает Александр Гейзер Была проделана, чтобы соорудить систему водоотвода Лужи, стоявшие на поле после дождя, наверняка помнят многие жители Малой Ярославца По словам директора спортшколы и главы администрации района С недавними дождями дренаж справился Установлено табло, основание для флагштоков Подготавливаются прорезиненные беговые дорожки Забетонирована площадка под трибуны Рядом с полем разместились две раздевалки Это то, что сделано или делается в рамках первого этапа Да, есть вопросы по второму этапу Это спортивная площадка, которая находится в недовлетворительном состоянии 30 на 60 Сейчас мы изыскиваем дополнительные денежные средства Чтобы вторым этапом сделать данную спортивную площадку И, конечно же, тогда уже этот комплекс всех работ будет завершен Плюс вопросы по устройству подпорной стенки Сейчас посмотрим, где передвинуть, сделать передвижки в бюджет Чтобы найти дополнительные денежные средства Чтобы закончить работу Конечно же, будем планировать в этом году Но если нет, то в следующем году, конечно же, мы Может быть, в этом году заасфальтируем просто Коробку 30 на 60 А в следующем году установим уже борта Чтобы можно было заниматься хоккеем Опорная стена появится рядом с забетонированной площадкой Необходима она, чтобы предотвратить сползание грунта на территорию стадиона Указания провести благоустройство данной Планируют завести землю, посеять траву С подрядной организацией взаимопонимания есть Серьезных нареканий пока не было, отмечает Вячеслав Парфенов Последние два года мы внимательно следим за судьбой дома номер 4 по улице Гоголя Напомним, в 2016 году по программе фонда капитального ремонта Был отремонтирован фасад Только продержался недолго и стал разрушаться В 2019 и в 2020 звучали обещания, что работу над ошибками проведут Не вышло Стоит лишь ждать, что в 2021 ситуация изменится Оба срока, что нам называли в администрации в 2020 были нарушены Тогда объяснили так Организация работает на другом объекте Как только завершит, разберется из Гоголя 4 Не случилось Компании были направлены претензионные письма В 2021 году исполняющий обязанности заместителя главы администрации по коммунальным вопросам Игорь Роудуви говорит Собнинская организация, выполнявшая работы, взаимопонимание есть В этом году уже проведена встреча с подрядной организацией Которая делала работу на этом доме И была достигнута договоренность, что до 1 сентября работы, которые были гарантийные, будут выполнены Работа держится на контроле Поэтому мы с ними разговариваем Мы встречаемся, они нас слышат Работы должны быть сделаны до 1 сентября Под одним из прошлых сюжетов в социальных сетях нам написали Что проблема в крыше, которую отремонтировали задолго до обновления фасада Администрация города делает нашему дому абсолютно непригодную для эксплуатации крышу Зимой она обледеневает Вот теперь вся вода течет по стенам В первую очередь в квартиры Конец цитаты Жительница, оставившая комментарий, указывала на бессмысленность Исправление дефектов на фасаде без устранения, по ее мнению, причины всех бед Через год оно отвалится снова, потому что крыша течет И весь ремонт фасада был сделан по согласованию с администрацией В зимнее время с грубейшими нарушениями технологии Весь этот липовый ремонт надо переделывать, объясняет комментатор По кровле адресовали вопрос и Игорю Роудуве Комиссионно выходили в том году и с представителями подрядчика, и администрация И фонд капитального ремонта как раз обследовали эту крышу Как раз готовили варианты решения этих проблем Где-то нужно было там что-то поменять, где-то доделать Соответственно, чтобы вода не попадала на фасад Поэтому комиссия уже там была, она знает, что делать И погрязь тоже знает, что делать И как исправлять эти вещи В 2020-м управляющая компания уже провела работу по гидроизоляции балконов и частично кровли Игорь Роудуве надеется, что перечисленных мер хватит, чтобы вода не лилась на стены и не вызывала разрушения Что будет дальше, кто прав и удастся ли все привести в порядок, увидим На неделе в телекомпанию обратились жители Обнинска, обеспокоенные очередным случаем вырубки деревьев На этот раз на улице Королева Кристина Забожко выяснила, насколько правомерны были эти действия Тема вырубки зеленых насаждений в Обнинске волнует жителей постоянно В телекомпанию часто обращаются с просьбами выяснить, кто пилят и почему Можно услышать и утверждение о том, что деревья в городе совсем перестали сажать и их только рубят И вновь ситуация повторилась Неравнодушные обнинцы заметили очередную вырубку деревьев на улице Королева Ответы были получены в городском комитете по охране окружающей среды, контролю в сфере благоустройства и экологии Юлия Лобачева прокомментировала проблемный вопрос Обратилось общество «Прогресс» о сносе зеленых насаждений в зоне строительства парковки на земельном участке с кадастровым номером 4027-03-08-02-29 По адресу улица Королева, 4 Данный земельный участок находится в собственности общества Соответственно, в зеленой комиссии было рассмотрено данное обращение Был осуществлен выход специалистов на место Подсчитаны деревья, которые попадали в зону строительства парковки И дальнейшим комиссионным решением было принято решение о сносе данных зеленых насаждений, попадающих в зону строительства Здесь уже в 21-м, так, 7-го, 0-6-го постановлением администрации было принято решение о сносе зеленых насаждений в соответствии с решением комиссии С заявлением собственника земельного участка и на основании акта комиссионного обследования данных насаждений На базе отдыха «Головинка» с 11 по 13 июня проходил летний городской молодежный слет под названием «Время первых» Спустя год это мероприятие возобновило свою работу В прошлом от привычного формата пришлось отказаться из-за коронавируса Что интересного и нового подготовили организаторы, расскажет Кристина Забожко, побывавшая на слете Наконец-таки у нас на базе отдыха «Головинка» мы устроили слет 49-й под названием «Время первых» Наконец-таки команды у нас собрались И мы преодолели ту планку, собственно, ковидного года Все нам позволило, к сожалению, начало слета было тяжелым, два дня лили дожди И сегодня, вот, за наши старания, за наши труды, собственно, в поту, грязи Нас погода наградила солнышком, наконец-то мы немножко-немножко греемся и уже потихоньку загораем Несмотря на погодные условия, городской слет все же состоялся на территории базы отдыха «Головинка» Жуковского района вблизи деревни Тайдашева Стоит отметить, что не так давно мероприятие поменяло свою геолокацию Ведь раньше летний слет проходил недалеко от деревни Черная грязь К слову, что касается главной награды слета, то она переходящая Целый год после победы кубок хранится у команды А на открытии слета происходит обмен Капитан возвращает переходящую награду в штаб А взамен получает ее копию Собственно, такая церемония и произошла на открытии мероприятия Всего на слете у нас 12 команд, около 960 участников, также гости И, собственно, ребята соревнуются как в спортивных, так и в творческих мероприятиях Одним из новых видов у нас является киберфутбол, который будет проходить сегодня вечером Ну и просто самое главное, наверное, сказать о цели этого слета Это объединение всех жителей Обминска, которые ведут активную жизнь И, естественно, сохранение большой и давней традиции За главный приз в этом году боролись следующие команды Спортивные конкурсы и всевозможные игры длились три дня За главный кубок боролись 12 спортивных, энергичных и творческих команд Более 900 человек И если в прошлом году одно из главных молодежных событий Наукограда отменилось из-за пандемии То в этом, вопреки всем препятствиям, слет Обминска состоялся По итогам этого мероприятия призовые места распределились следующим образом Третье место заняла команда Драйв Клуб Второе Обминск Стальпроект Золото в этом году завоевали На городском слете участники команды Нарслабони Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обминск ТВ, Жуковский район 12 июня ежегодно отмечается День России Появился праздник в 1992 году В Обминске в этот день мероприятия проходили на разных площадках В том числе и в усадьбе Белкина Подробности далее В нашем городе этот праздник отмечают по-особому Есть даже уже свои обычаи В 2015 году у нас зародилась эта идея Ежегодно мы на 9 мая День Победы День России 12 июня И День Города поднимаем в плане на вышке Такого нигде в России нет В программе мероприятия выступления разных народных коллективов города Ну и куда же без нашей друженьки Роскошь, убранство и яркость тканей народных костюмов порут даже самым юным участникам Мне очень понравился этот праздник Мне кажется, у нас все хорошо получилось Поздравляю с Днем России Мы знаем всем всего самого лучшего Зажег День России в усадьбе Свои хореографии и ансамбль Огонек Тут поколение старшее знает толп в танцах Например, семья Шестопаловых По совместительству и партнеры в увлечении Я пригласила в этот коллектив танцевальный мужа Потому что прежний мой партнер заболел И мне не с кем было танцевать Я его еле уговорила Жена пришла и категорично говорит Завтра репетиция Пойдешь со мной Куда жена, туда и я Танцы увлекли меня просто-напросто Это, во-первых, музыка, ритмика, эмоции Получается, что то самое русское гостеприимство И народные традиции все-таки в моде Об этом говорит количество как молодежи Так и людей в возрасте Евгения Борода, Евгений Соколов, Обнинск ТВ В четверг на территории 10-й школы Состоялась встреча сотрудников Поисково-спасательного отряда города Обнинска С ребятами, проводящими свой летний досуг В спортивном лагере Мероприятие оставило массу положительных эмоций У детей, которые узнали много нового об отважной профессии Представители службы МЧС рассказали о своей работе О главной роли поисково-спасательного отряда В основном его сотрудники выезжают на помощь К пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях Часто приходится вызволять участников ДТП Из поврежденных автомобилей При этом применяется специальное гидравлическое оборудование Которое и было продемонстрировано Во время посвящения в тонкости этой сложной профессии Ребята с большим интересом слушали истории о спасении людей В труднодоступных местах, например, колодцах В таких случаях приходится применять альпинистское снаряжение Оно же помогает при эвакуации пострадавших во время пожаров Дети, занимающиеся в спортивном лагере «Лукас» Смогли непосредственно познакомиться с оборудованием спасателей Примерить маски и костюмы химической защиты Как ощущается? Хорошо Все покайно Позвездительный парень Расскажи, как вам Понравилось? Круто Костюм большой Мне понравилась круглая пила Почему? Потому что она в конце раскаленная А тебе? Бинза пила Потому что она используется как спасать людей Воспитанникам клуба единоборств знакомы тренировки на преодоление Руководители этой спортивной организации считают, что они уже сейчас имеют правильные ориентиры Сила духа настоящего смелого мужчины большинству из них присуща Поэтому дальнейший выбор профессии часто связан с героическими специальностями У нас очень много уходит в вооруженные силы, в МВД много ребят уходит В основном ребята уходят в силовые структуры Они уже подготовлены, им на это намного проще И в спасатели уходят, и в пожарные уходят Ну там, где они нужны А так как у нас вид спорта именно прохождение полосы препятствий Метание ножей, стрельба, бой, борьба Они к 17 годам уже и хоть сразу можно забирать спасателей Только поднатаскать, и они уже будут готовы ко всему Поисково-спасательный отряд нашего города ведет активную системную работу С образовательными учреждениями Обнинска и с детскими садами и школами Такие встречи проводятся регулярно С детьми идет разговор о безопасности, о том, как следует поступить в чрезвычайной ситуации Чтобы помочь себе и окружающим Профориентация, безусловно, тоже важное направление в работе старших наставников Те ребята, которые постарше, которые стоят на пороге выбора своей будущей профессии Ну, не для многих, но все-таки некоторые интересуются Где можно будет учиться, в каких городах Какие специальности несут наше учреждение Ну и, собственно, просто мы своим внешним видом Как бы символизируем необходимость в нашей службе Ну и многие, конечно, заинтересовываются Поэтому мы желаем удачи всем ребятам И будем их ждать в наших рядах Романтика отважной профессии, сопряженность с риском Вызывает заслуженное уважение взрослых и детей И вдохновляет на подвиги с юных лет Это наш облеск Мы понимаем, все должны спасать этих людей Те, кто пострадавшие даже Это важно очень Таким насыщенным и полезным выдался этот день в спортивном лагере «Лукас» После лета у ребят останутся яркие впечатления, фотографии И серьезные отношения к профессии спасателя Елена Филина, Дмитрий Глухов и Сергей Мокрецов Обнинск ТВ На сегодня у меня все Увидимся с вами в новом выпуске программы «Постфактум» На следующей неделе До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok